Всем привет! Сегодня у нас в гостях известный шоумен Тимирлан Байдильдинов. Здравствуйте! Здравствуйте! Как к вам можно обращаться? Меня Тимирлан. Чем отличаются ведущий, шоумен и тамада? Шоумен, я думаю, это Конор Макгрегор, Моргенштейн. Он действительно человек-шоу. Он делает шоу из ничего. Тамада – это все-таки народное призвание, я думаю. Это вот женщина, лет сорока. А в Астане, когда ты ищешь квартиру, там обязательно риэлторы. Он дает слово молодоженам, они говорят и приглашают нас официантов. И мы также говорим тост. Ну типа официанты говорят тост незнакомым людям. Какие-то четыре часа он заработал сто тысяч, а я две тысячи плюс сто тенге на обои посуды – тысяча девятьсот. Блин! И вот такая была вторая ступень моей мотивации. Да. Я встретил на первом курсе друга, товарища, коллегу по цехе. Это Баука Ахмед, тоже пламенный. Саламу алейкум, Баука. Вот, заказчик, выпускной вечер. Да ну круто! Семьдесят тысяч на двоих по тридцать пять. Нет, давай, давай! Ребята, как братишки, они тоже типа занимались. Ребят, сидите по пятерке заработать. Так-так, вдвоем просто выступить. А, давай, давай! Короче, мы пошли. Ну были, да, мы сделали нехороший поступок, которого мы в целом не делаем. Но на тот момент, ну что делать? Скажите ваш совет начинающим, тем, кто хочет стать тоже ведущим. Самое главное – это желание поставить цель и иди к ней. Всем привет! Сегодня у нас в гостях известный шоумен Тимирлан Байдильдинов. Тимирлан, здравствуйте! Как к вам можно обращаться? У меня Тимирлан, да, некоторые ко мне Тимур обращаются, потому что Тима Байдильдинов, я подписан в инстаграме. Чаще звонят в конце, вот уже под конец месяца. Алло, Тимур, здравствуйте. Тимирлан, в общем, Тима Тимирлан. Можно я вас буду Тима, да, называть? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, чем отличаются ведущий, шоумен и тамада? И как правильно к вам обращаться? Я думаю, что все-таки ведущий, шоумен – это громкое слово. Шоумен, я думаю, это Конор Мэгрегор, это Моргенштейн, когда он действительно человек шоу, он делает шоу из ничего. В чем отличие? Ну, есть разные аспекты. Это, допустим, ведущий, конферансье, особа есть и тамада. Конферансье – это тот ведущий, который ведет концерты, ведут серьезные мероприятия, какие-то городские, областные мероприятия. То есть статные, с хорошим, красивым голосом и дикцией. Тамада – это все-таки народное призвание, я думаю. Это вот женщина. Уже прошлый век, наверное, да? Да, это такая женщина лет сорока. Чаще всего это, наверное, учительница какая-нибудь, какого-нибудь там истории, которая просто колымит. Я думаю, что это все-таки так. Но ни в коем случае, я не хочу не обидеть никого, называть себя там, но я думаю, что это все-таки какая-то чуть-чуть старая школа ниже чем новая. Ну да, новый век. Расскажите, пожалуйста, как строится работа агентства, ведущего и самой пары? Агентство ведущего и молодоженов, да, вы имеете в виду? Молодожены или органы, кто просит организовать мероприятия. Да, я вас понял. Смотрите, есть, допустим, разные регионы. Это Караганда, Астана, Алмата. В Караганде, ну, чаще всего, скорее всего, молодожены, они напрямую выходят именно на ведущих. Это можно, знаете, с чем сравнить? Те же самые квартиры. Когда ты ищешь квартиру на покупку или аренду, ты в Карагане выходишь непосредственно на хозяина. А в Астане, ты когда ищешь квартиру, там обязательно риэлторы, которые продают и также, которые сдают в аренду. Также и у нас, в нашей сфере, в Астане, если ты хочешь ведущего, они идут в агентство, а агентство, соответственно, предлагает тех ведущих, с кем комфортно работать. Те ведущие, которые работают за проценты. Нет, на самом деле, да, в Караганде это все-таки напрямую выходит, чаще всего, а в Астане это через агентство. Какая самая главная задача ведущего? Главная задача ведущего, я думаю, что сплотить, скорее всего, народ, потому что, условно, виновники торжества, они позвали всех друзей, соответственно, с разных сфер, они друг с другом не так уж сильно знакомы. И наша главная задача их сплотить, сделать их дружными, чтобы они прям повеселились, покайфовали именно на такие закрытые мероприятия. Да. А как вы организовываете саму программу мероприятия? Саму программу мероприятия? Вот вы, например, не знаете гостей, заказчиков. Наверное, очень трудно организовать, да? На самом деле, не так уж и трудно, в плане того, что мне легче, когда я не знаю гостей. То есть, да, я смотрю, и сразу идет живой диалог, то есть, вас как зовут, вы кем являетесь, и если вот там человек там запинается, я сразу же ловлю и этим подшучу. Вот. Иногда бывают такие мероприятия, когда я не знаю, кто это, когда конец мероприятия, оказывается, что он такой какой-то весомый, влиятельный человек, который... Это пришло то, что вы не знали об этом. Да, я иду, ау, серьезно? А я ему там что-то как-то его подколол как-то, когда он чуть-чуть, как бы, чуть-чуть это, ну, типа, а, ничего, ну, думаю, что шутить, типа, кто-то может, типа, в таком плане. А когда мне изначально говорят, что, Тим, сегодня на мероприятии будет такой-такой человек, желательно его не трогать, он является таким-то, таким-то, и ты такой, ау, ничего себе, он будет идти в гостях. И какое-то некое у меня не то что волнение, к нему как-то я с добротой, что ли, прям как-то. Но это показательно. Мне легче, когда я не знаю гостей. Скажите, а всегда пары довольны вашим придуманным сценарием? Были ли случаи, когда они были недовольны? Смотрите, сценарий, это было, скорее всего, в начале карьеры, ну, когда только-только начинал вести мероприятие. А сейчас уже прихожу на мероприятие. Опыт, то есть я веду около шести лет, и много конкурсов, много интерактивов, много каких-то фишек. И если ты напишешь один сценарий, допустим, вот у вас будет такой-то сценарий, а я вижу, что этот сценарий не подойдет, лучше подойдет другой сценарий, ну, я лучше, ну, то есть меняю. Соответственно, чаще всего, скорее всего, они, наверное, доверяют. То есть мне звонят, Тима, мы хотим, чтобы вы провели мероприятие, и все. Получается, больше импровизации сейчас уже, да? Да. С опытом? Больше импровизации. Угу. А расскажите, как вы начали заниматься этой сферой? Как вы к ней пришли? Как вы поняли вообще, что я вот могу вести такие мероприятия? Ну, это было, знаете, это было где-то девятый класс. Девятый класс. Я тогда был большим фанатом комедиклаба. Я тогда играл в КВН еще в школе. И я смотрел интервью, соответственно, там Паши Волей, Гаррика Мартиросяна. И услышал такую фразу, самая лучшая работа – это оплачиваемое хобби. То есть мы выходим, мы шутим, делаем свое дело, еще за это нам платят. Это же не круто. Я смотрю, блин, классно. Я тоже так хочу, ё-моё, блин. И в девятом классе меня… Я был, ну, по школе таким более… Только басхбала, это который… Хулиган. Вот. И у меня было много энергии. Мама говорит, всё, иди будешь работать, иди официантом будешь работать. Я пошел в официантом работу. Это вот ресторан «Абиба». Это вот… Начало, начало. Да, это… Начало, начало. Это такой элитный ресторан Майкудуки. Такая некая ариста своя. Я туда приехал работать официантом. Работал. Я обслуживал гостей. У меня было два стола. Выходили разные ведущие. Мне стало скучно. Я начал сычковать, не обслуживать гостей. Ну, мне было неинтересно. После чего в один день приехал один шоумен. Он также известный. Мей Ребек Большагиров. Пламенный привет. Салам алейкум. Я обслуживаю и начинаю ржать. Тупо начинаю ржать. Вот на каждом вот… У него юмор такой прям… Прям… Я начинаю угорать. Он говорит, мээ, официант, я бегу мэ, злой. Типа… Я прям… Ну, мне интересно. Я обслуживаю и стою. Обслуживаю и стою. И от этого… Был вот такой случай. Получается… В конце… Когда вот он мероприятие отвел. Он дает слово молодоженам. Они говорят. И приглашают нас, официантов. И мы также говорим тост. Ну, типа, официанты говорят тост, типа, незнакомым людям. Очень редко. Вот. Я тогда замотивировался. Я говорю, о, прикольно. Вот так нужно вести мероприятие. Но был такой момент. Там, получается, гримерные, где официанты переодеваются. И рядом есть гримерные для артистов. И я смотрю, как рассчитываются с ведущими. Я к крайним глазам увидел, что там две тысячи купюры. И вот так… Ну, около ста тысяч было. Я думаю, блин… За какие-то четыре часа он заработал сто тысяч. А я две тысячи плюс сто тенген на обои посуды. Тысяча девятьсот. Блин. И вот такая была вторая ступень моей мотивации. Жестко, жестко. После этого я поступаю, получается, в политех. Поступаю в политех. Играю в КВН. Я по школе еще играл. Ну, так, в юниор-лигах. Потом за политех играл. Ну, во время игры КВН тоже были свои моменты. Где-то заходила, где-то не заходила. Где-то я слова забывал. Где-то я такой, все это не мое, все-все-все. Это все в Караганде было? Это было в Караганде. И я встретил на первом курсе друга, товарища, коллегу по цехе. Это Баука Ахмед. Тоже пламя. Саламу алейкум, Баука. Вот. И я говорю, мы сидели в КДМе. Это вот, где мероприятие организовать. Я такой, блин. Как же охота выйти с КВН именно на той. И брать за это, допустим, деньги. Ну, условно, там, тысяча пять-десять. Он говорит, блин, я тоже так хочу. Я говорю, а, серьезно. И вот мы с мыслями сошлись. И после чего я его позвал к себе домой. Давай будем писаться. Давай отыгрывать шутки. Это была ваша идея? Да. Это была моя идея, но также его идея. То есть мы не могли найти друг друга. Давай в дуэте будем выходить. И так КВН показывать. Давай приехали домой. И говорю, мам, все, мы закрываемся. Мы, короче, сейчас спешимся. Отыгрываем. Все. Классно, здорово. На следующий день это была пятница. Опять в субботу с Ксенией. Это не свадеба уже. И мы с Абибы, получается, наверх с Майкутока пошли. И все нам отказали. Все. Нет, все. Типа это. Нет, 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 не знаю. И только вот до стар. Это вот у Майи. Мы пришли в до стар. Нам сказали хорошо, но только на табак. Что такое на табак? Ты табак приносишь, соответственно, ты выступаешь. Кто хочет, пожалуйста, кто не хочет, пожалуйста. Мы начали выступать. Табак вынесли. Идет мероприятие, шутки, миниатюры. В один момент я замечаю, что туда кладут банан, яблоко, конфеты и 200 тенге. Да, и 2 тенге. Мы отвели. Всем спасибо. Там команда КВН такая-такая. Берем 2 тенге. Ну ладно, ничего. На проезд поедем. Домой, да. Но потом, так же, получается, мы с Балкой общаемся. Он говорит, Тима, нам нужно идти дальше. Давай, Волекс, закинем объявление. Я говорю, давай, погнали. Мы фоткаемся вот так вот. Волекс он закидывает. Ведущие шоумены там шахтерской столицы. Я иду в свою школу родную, где я там учился. Я говорю, у вас выпускной будет скоро. Давайте мы его проведем. Мы с Балкой проведем мероприятие. Он говорит, а, да. Сколько будет стоить? А мы нас тут не знали, сколько берут ведущих условно. Ну, не знаю. Они говорят, у нас есть 20000. Давайте по рукам. Нам дают предоплату по 5000. Это было где-то, по-моему, 12 июня. Все, мы бронируем нашу первую дату. Это с Балкой. Все, пожалуйста. У нас по 5000. Е-мое, выходим оттуда. Погнали хавать, покушали там туда-сюда. И как-то все, мы живем, живем. И в один момент он мне звонит. Тима, срочно выходи. А я на лекции сидел. Я эту лекцию слушал. Тима, срочно выходи в деканат. Я говорю, что случилось? Там в деканат, приходи быстрее. Я говорю, на лекцию что, гонишь что ли? Да, давай, давай, давай. Я говорю, ладно, хорошо. Я говорю, можно выйти? Выхожу иду в деканат. Тима, короче, с ОЛХ позвонили нам. Я говорю, кто звонил? Типа, вот, заказчик, выпускной вечер. Я говорю, а, ну круто. 70 тысяч на двоих по 35. Он такие, нет, давай, давай. Но есть один нюанс, говорит. Какой? 12 июня. И мы, ё-моё. А у вас было? А 12 июня, это вот первый, который я в школу пошел. Это вот первый лед тронулся, когда. Что делать, а? Что делать? Он говорит, типа, давай так. У нас еще там были ребята, как братишки. Они тоже, типа, занимались. Я говорю, ребят, хотите по пятере заработать? Так и так вдвоем просто выступить. А, давай, давай. Короче, мы пошли, мы были, да, мы сделали нехороший поступок, который мы, для чего мы не делаем. Но на тот момент, ну что делать? Все они там, у них выступили, у моей школы. А мы поехали в Астану. Мы поехали в Астану. И там наш был первый, да, первый выпускной, неплохой выпускной был. Там Маржана Рапаева была. На тот момент, конечно, я не знал, кто это, но сейчас это известная певица. Это известная личность, звезда казахстанской эстрады, Маржана Рапаева. Но вы все равно молодцы, потому что многие, в основном, когда что-то не получается, в основном у нас всегда все начинают бросать. Больше большинство людей, да? Вы молодцы все равно, сколько раз пытались, а и достигли. Мы когда туда приехали, там два микрофона, был один шнуровой. Ну, на месте тоже стоит другой радио. И вот так вот менялись. Это было, конечно, жалко было выпускников. Но, тем не менее, мы были на одной волне. Я думаю, ну, прошло нормально. Скажите, а как вы обучались? И сейчас обучаетесь ли? Как я обучались? Как находили шутки? Да, хороший вопрос. Это был момент начала нашей карьеры, когда я поступил в политех. Я вообще нечаянно стал ведущим, на самом деле. Условно я нечаянно стал ведущим, таким вот, какими я сейчас являюсь. На первом курсе у нас был конкурс первокурсников, дебют первокурсников. И там была категория лучший ведущий, лучший вокалист, лучший там творческий номер и так далее. И я что-то там шутил. Пришел, шутил туда-сюда. И в один момент она на третьем курсе была, девочка. Она была ответственна за заполнение анкет, заполнение всех артистов. Я говорю, Тима, давай ты будешь ведущим. Я говорю, нет, что, какой ведущий? Нет. Давай, да, у тебя получится. Я говорю, нет. Я записала меня. А у меня была такая некая такая симпатия. Она записывает меня. Я говорю, ну ладно, хорошо, что делать? Надо что-то делать. Приезжаю домой, включаю Урганта, включаю Артура Пирожкова, Мартиросяна. Смотрю какие-то базовые вещи, какие-то базовые фразы. Выхожу на конкурс этот, выигрываю его внутри факультета. Через неделю этот же конкурс на лучший ведущий среди факультетов. То есть у каждого факультета, допустим, свои ведущие, которые выиграли. И их тоже я, получается, выигрываю. И мы уже, ну я стал, типа, лучшим ведущим, там, политеха, условно. И мы с Балкой вели все мероприятия. Это 8 марта, науры, снова год. То есть мы с ним, вот, прям были, прям, типа, на пике, типа. Но были нюансы. И, в общем, нужно... Мы, короче, вели в мероприятие. И пришел Мирбек Большегирев, он к нам в КДМ работа. Говорит, ребята, вы перспективные, давайте, вы ведите свадьбы. Говорит, а как мы будем вести свадьбу, это как? Ведите свадьбу, у вас получается. А он на тот момент прям топчиком был. Он сейчас топчик? Он вот топчиком был. Говорит, давайте так, я вам подарю вот свое агентство. Финксболк, да, ну, прикинь, агентство подарит. Давай. И, получается, мы уже начинаем... Ну, он выкс закинул, Балка начал впервые вести свадьбу. Я чуть позже, я, ну, боялся. И когда я, допустим, я вел годики, юбилеи, мне звонит свадьба. Я говорю, нет, я свадьбу не веду. Опять, чтобы не веду. Да, явным был какой-то некий страх. Потом мне позвонил, я безумно неблагодарен тем клиентам. Они звонят, говорят, Тима, вы ведете свадьбу? Я говорю, нет. Нет, но там нам нужно, чтобы вы просто предоставляет тосты. Ничего не надо больше. Я говорю, а, да? Он говорит, давайте встретимся с вами. Мы с ними встречаемся. Он говорит, вот нам только тосты надо предоставить и все. Я говорю, ну, хорошо. Мы платим 30 тысяч. То есть на тот момент заказчики сами говорят, у нас столько так есть. Я говорю, о, классно, давай, хорошо, ладно. То есть цену ставили они, да? Да, на тот момент. Я просто не знал, сколько берут, типа. После чего я прихожу к ним домой, мы обсуждаем. Я ловлю себя на мысли, если ты сейчас что-то сделаешь, какой-то шоу, конкурс, флешмоб, это будет бонусом для них. То есть они не могут мне предъявить за это, что это было плохо. Они просто предоставили тост и все. Я что делаю? Я иду в парикмахерскую. Тогда Надежда на первом этаже. Я говорю, мне нужна вот такая прическа. Фур, делает лакомфрут. Потом я говорю, что нужно? Мне нужно видеоролик, чтобы этот видеоролик я продавал, чтобы показывал, как я веду. Я звоню своему знакомому. Он говорит, ты ведешь? Он говорит, нет, не веду, но у меня есть, короче, друг, который, типа, снимает. Ой, ты снимаешь? Говорит, нет, не снимай, у меня есть друг, который снимает. Я говорю, круто, давай ему звоню. Он говорит, у меня есть пять тысяч. Я говорю, давай. Все. Он говорит, ты только меня снимай. Все, больше никого не снимай. Все, окей, хорошо. Его нанял. Мы приехали за час. Он пока меня снимал. Там часы как, что, почем. Там прическа и так далее. Неплохо прошло. Эта свадьба прям классно прошла. Я подготовился. Они безумно были. Вау, круто, блин, Тимо. Спасибо большое. Мы безумно рады. Это видео смонтировали и закинули виток. После этого, после этого видео уже более-менее начали продавать. Потом я на тот момент не знал, как общаться с заказчиками. Какие вопросы задавать? Какой прайс? Какие артисты в Караганде есть? Что предлагать? Как? Я этого не знал. Как вести себя нужно? Допустим, инстаграм и так далее. Инстаграм только-только он начинает. Там сторисы только появлялись. Балка мне звонит, говорит, блин, Тима, короче, в Москве есть крутая школа для ведущих. Троу-шо-моем батл вроде. Давай, погнали туда. Я говорю, давай, сколько стоит? 300 тысяч. И мы понимаем, что для нас это было много и родителям тоже говорить, это было много на тот момент. И мы таки загорелись и сразу так, что-то опечалились. Блин, блин, плохо. И в момент, через неделю, опять он звонит, Тима, срочно! Опять на лекции сижу. Что случилось? Срочно, все, давай, сейчас я буду. Приезжаю, заходим в паблик какой-то для ведущих, заходим в комментарии, там 177-й комментарий, ссылка какая-то. Мы кликаем на эту ссылку, идет, открывается ровно 5-ти часовой этот мастер-класс для ведущих. То есть там весь сок, без воды, все как надо. Е-е-е-мог, погнали ко мне домой. Я говорю, мам, так и так. Все, мама, хорошо, хорошо. Мы закрылись, на скачку нажали, где-то 2 часа, наверное, она скачивалась, все, мы сбоку сели. Как вести минуту? Как вот ты должен стоять там? Осанг, 45 градусов, зал на 3 части должен поделить. Когда читаешь сюда, сюда, сюда. Как вести инстаграм? Допустим, вот эти всякие голые с банью, а не надо вообще. То есть, некоторые там делали фотографии в условном, они стоят с микрофона, пустой зал, тоже нельзя. Там ты должен вести сзади эмоции гостей, как они там угорают и на фоне ты должен. Вот это продаваемо. Да, ну как надо, что делать? Как общаться с молодоженами? И мы просто это спасибо, просто спасибо. И мы такие все пересмотрели и уже как бы прокачались, и дальше уже пошли вот на, потихоньку на другой уровень. Это здорово, да? Да. Повезло. А скажите, у вас на первых мероприятиях был страх? Сцены, зрители? Не боялись? Не было мандража, что еще что-то не то скажу? Запнусь где-то, забы слова? Когда первая свадьба, да. Был какой-то некий мандраж. Как поборол его? Как поборол? Да ничего, я просто такой стиль взял, такой чуть-чуть дерзкий. Я такая вот Сабурова смотрел часто. И где-то элементы Сабурова брал. То есть, такая чуть некая легкая высокомерия. И, то есть, чуть-чуть харизмы. И начал вот так вот, типа, так надо, короче, ребята, так надо. А так, ну все-таки, наверное, это когда в ХВН играл, когда в политехе вел. И это все с опытом, с опытом, да, приходит к этому. Скажите нашим зрителям совет, как найти клиентов, как искать их, чтобы на тебя выходили они сами? Ну, это естественно реклама. Но самая такая, это продуктивная, это сарафанное радио. Это когда ты провел мероприятие, вы восхищены, например. И он говорит, вот крутой ведущий есть, да, вот, пожалуйста. А так, это самая лучшая реклама. Это самое лучшее. Вот сарафана, это просто нет замены. А так, какие-то снимать креативные ролики, инстаграм выкладывать. Просто раньше, да, мы инстаграм выкладывали просто фотографии. Потом видеонарезки. Но мы сделали ошибку. Видеонарезки и музыка. То есть, заказчик, условно, хочет посмотреть, как ведет ведущий, как он проводит. А там просто музыка, его не слышно. То есть, картинка какая-то. А потом, ну, то есть, мы словили себе на мысли, что нужно все-таки закидывать... Профессионально, да, видео? Да, видео, как ты ведешь, как ты шутишь, тембр голоса, да, как ты показываешь себя, как ты держишь аудиторию, условно. Скажите, у вас было ли такое на мероприятиях, что у вас нет настроения, либо вы устали очень, либо болели. И вот вам надо выйти и веселить всех с улыбкой на лице, а вам плохо. Да, был случай, когда у нас было пять мероприятий подряд. И это было в разных городах. Караганда, Астана и Павлодар. То есть, Павлодар, это был пятый день. Мы заказали ин-драйвер с Караганы. Мы ночью мероприятие закончили, во-первых. Мы сели, я... Где-то мы к двум вот так выехали. Павлодарская дорога очень плохая. Именно с Караганды. Приезжаем туда. Утром невыспавшиеся, помятые, душ приняли. В Павлодаре еще сбор гостей где-то два часа идет. То есть, если позвали условно на пять, в семь только начинается, да. Я с пять часов там вот такое хожу. Диджей Даррик тоже вот так вот сидит, блин, что делать. Я просто, у меня настроение не было. Я просто вот так был. Все вопросы, все окей, хорошо. Все начинаем. Хорошо. И там он включает мою выходяшку там. Тун-тун-тун-тун-тун. Встречайте, ведущий. И здесь вот, вот такое дело. Здесь какой-то трещина, знаете. Какой-то катаранский. Наиграми, да? Здесь. И все, ты выключаешь там, ну, смотришь в зеркало славно. Раз, два, три. И погнали. И как-то, да, это все-таки. Как роль, да? Приходишь в свою роль. А вот скажите, у вас в Бладжи сейчас не только высшие мероприятия, но и маленькие. Мини-корпоративы, либо день рождения. Вот тяжело составить именно программу на 20-30 человек, когда они все друзья, например, близкие. Вы их тоже не знаете. Ну, смотрите. Кстати, вот с пандемией очень много таких 20-30 человек, и я в них влюбился. Влюбился. Да, раньше это было тяжело. Типа, легче на 500 человек выступить, нежели чем на 20. Но именно вот с момента пандемии я влюбился именно в такие мероприятия. Ты становишься таким, знаете, таким душой компании. Ну, ты их, прям, ты свой человек. Ты приходишь на мероприятие. Ну, конечно, ты готовишься. Готовишься индивидуально, там 20 человек. Про каждого узнаешь информацию какую-нибудь. Условно, Хайрат, он в семнадцатом году там уснул где-то в номере, а все его искали. Где, где он, где он? Он просто спал в номере. То есть такие вот моменты, нюансы именно внутри их. Я беру информацию заказчиков, и в моменте просто говорю, Хайрат, ты что-то как, в номере, что ли? Откуда ты знаешь? И истерика, в общем. Беру фотографии у них, начинаю вести. Да нет, не сложно. Наоборот, я кайфую от них. Потому что ты свой, там, можно с ними что хочешь, что и делаешь с ними. Скажите, без была, это что такое? Без была, это был такой период, это восемнадцатый, а, девятнадцатый год. Мы такие, все, помимо вот сферы ведущего, ты должен, помимо сферы ведущего, ты должен идти как-то дальше. Всегда в Алмату хотели. Давайте идти по Алмату сделаем в Караганде. Мы объединяемся, это пять творческих личностей, это я, Баука Ахмед, с кем мы начинали, Аяна Мамбаев, мы тоже с ним познакомились на Жасханате конкурса ведущего. Айден Блатханов, фотограф, и Амир Бесен, который видеомейкер. То есть мы снимали разные видео, ну, как вы образовались, я не знаю, как образовались. А, Амир к нам подошел и говорит, все, Юфрейм организовал конкурс на лучшую пародию. Короче, звонит, говорит, все, погнали снимать. Мы сняли эту пародию, отсняли. По хэштегу, получается, по хэштегу, это пародия на Юфрейм. Да, мы должны написать пародию на Юфрейм. И все, Амир попросил нас, типа, не писать, только он напишет. Так как это его идея была, это его мысль. Ну, все, хорошо, окей. И что-то я кликаю на этот хэштег, там много разных видосов. Я подумал, что, блин, а вдруг наше видео не увидит. И тоже написал хэштег, это пародия на Юфрейм. И на следующий день я приезжаю в Астану, мероприятие, фуршетное мероприятие в паркинге для халыкбанка. Веду и смотрю, инстаграм у меня разрывается. То есть уведомление, комментарии, уведомление, комментарии приходят. Что случилось? Я вот отвел, антрак идет. Я захожу, смотрю, Юфрейм меня отмечает. Типа, вот победители и Тима Байльдинов. Амир мне звонит, ты че, ём, я с тебя попросил. А я ему объясняю, блин, а вдруг нас не увидели и так далее. Короче, в общем, на меня обиделся он. Я давай запилил сториз, что это его идея была. Потому что все награды, условно, я забрал. Но это была идея его, это была концепция, то есть локация и так далее. Мы просто были как актеры. И мы такой некий хайп такой словили. И с этой компанией мы начали, давай что-то снимать, какие-то челленджи. Тогда было еще челленджи, когда пацаны что-то в лифту летчики. Потом открывают, они все такие крутые, типа на пафосе. Мы тоже сняли такие видосы. Потом после этого мы начали организовывать тусовки, вечеринки, посвящения. Ну, в общем, какая-то была организация. И вот стукнула пандемия. И что-то каким-то образом медленно-медленно мы уже по своим обратным местам. Каждое, да? А скажите, вы вели когда-нибудь за границей мероприятие? За границей? Нет, не вел. Ну, в России. В России, да? Да, это была Омск, первая свадьба. Вас туда пригласили? Да. Меня пригласили, позвонили, вот по инстаграму увидели. О, круто. Потом поехал вот и в Магнитогорск, это вот в 19-20 году. Здорово. А скажите, как рождаются ваши шутки? Вот, как вообще они появляются? Шутки рождаются. Тоже импровизация? Ну, да, есть импровизация, есть заготовленная импровизация. Когда задаешь вопрос, и они отвечают именно точно так же, как ты видишь это. После чего ты шутишь, добиваешь это. А так, ну, в шутки просто много я смотрю всяких КВНов, вот игра на ТНТ. В общем, ты должен быть в актуале. То есть актуальные новости какие-то, и вот на фоне этих актуальных новостей ты просто начинаешь шутить. А когда, скажите, вы же все равно цену поднимали? Угу. На какой момент вы поняли, что вот наш прейс-лист, вы же все равно поначалу, да, говорили, что клиент сам сумму говорил? Угу. Когда вы поняли, что нет, надо вот делать вот так вот, ставить такую-то сумму? Да, но это скорее всего еще одна такая легкая история. Переместимся в семнадцатый год, скорее всего. Я тогда только начинал еще вести, более-менее так, начинающий, ведущий. Я приехал в ВОК, в ресторан, на тот момент просто прийти покушать. После чего оттуда выходит ведущий, также известный по Казахстану, Айбат Никулин. Он тогда вот в рубашке что-то на пафосе. Мне как всегда такой вот так стоит. И он такой, Тима, да? Я такой, о, ничего себе. Тима, да, говорит? Слышали обо мне. Тима, типа. Ты же начинаешь, да, ведущий? Я говорю, да. Я ей, давай, короче, сядем. А это я с подругой пришел, говорю, подожди. Тут сейчас решается карьера. Да, да. И, получается, садимся вот так, 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 так. Он говорит, что я вижу, короче, как ты начинаешь, как ты ведешь. Ну, стилистика прямо мне нравится, импонирует. И он рассказывает, короче, как, что начинал, какие-то вот фишки. Это до того момента, когда вот мы нашли это видео, ссылку с Балкой до этого. Давай. И мы начали общаться. Он говорит, когда я начинал, он говорит, никто не помогал. Я просто хочу тебе души помыть. Я говорю, о, базары нет, давай. И я вопрос задавал, и мне какая-то вот ответа давал. Тык-тык-тык-тык. И где-то через недели-две он мне звонит, говорит, у Галии, это его супруга, день рождения, сможешь провести? Я говорю, давай, хорошо, проведу. Дарику звоню, диджеем ему, короче, так и так, нужно взорвать. Давай. Там все девчонки были, 40 человек. И он. Выхожу, начинаю подкалывать его, подкалывать гостей и, соответственно, Галию. А Галия, она такая серьезная, он как шоумен, постоянно играет, она такая более-менее серьезная. Я уже, Галия не курит, встречайте, давай, тык-тык-тык. В общем, классно все прошло. Он говорит, блин, круто. Классно. Не нервничали? Нет. Когда один шоумен и второй шоумен. Что это так страшно? Страшно. Не так уж и было страшно мне, потому что я делал свою работу условно. И тогда он говорит, блин, классно, диджей тоже крутой. Все, и мы с тех пор начали общаться. Уже не просто какие-то там знакомые, уже как типа, он как старший братан мне идет. Вот постоянно он мне звонил, писал, что давай там встретимся, давай. Я ему там писал, что давай там футбол, не футбол. И в общем начали общаться так с друг с другом. Какое было самое странное предложение вести мероприятие? Вообще странное какое-нибудь было мероприятие, которое предлагали? Угу. Необычное. Это была опять пандемия, когда все втихая делали. Я помню еще так четко. Мы играли в PlayStation. Извините, телефон. Незнакомый. Я говорю, алло. Алло, Тима, здравствуйте. Здравствуйте. Тимур, да? Я говорю, нет, не Тимур, Тима. Тимирлан. Ага. Он такой, свободный? Я говорю, да, свободен. Сколько стоит? Я говорю, столько-то. Угу. Ага. Все-таки бронируйте. Я вам предопаду сейчас скину. Сколько я говорю, столько-то? Все хорошо. Это будет в таком-то заведении. Все, окей. Ставлю бронь. Каспий Веделье приходит. Я в календаре все бронирую. Все, эту дату никому не отдаю я. Наступает 1x. Приезжаю в эту локацию. Мы устанавливаем. А это было только новое заведение. Лаундж Бар. Это была среда. Четверг. Что-то такое. И она не сняла их полностью. То есть она знала, что там никого не будет. И просто сделала мероприятие. Хорошо, мы приходим к админу. У нас мероприятие. Вот я ведущий. Диджей. Где аппаратура? Все, проходи туда. Мы проходим. Устанавливаем. Играли. Где? Подъезжаю. Стоит один стол. Один стол. Маленький стол. Она приезжает. Ее подруги приезжают. Их было пять человек. Они садятся. Вот Тима, здравствуйте. Туда-сюда. Угу. Ну, можете начинать. Что? А где все? Нет. Ну, вот у нас пять подружек моих. У меня сегодня день рождения. А я цену полностью сказал. На тот момент это хорошая цена. А, да? Ну, ладно. Дара, работаем. Серьезно, да? И погнали. Встречайте. Тык-тык. На пятерых женщин мы работали. Это было прикольно. На самом деле. Ну, я был таким душой компании. Начал подкалывать. То есть, на самом деле, по себе поехал. Угу. А чем-нибудь еще занимаетесь, помимо ведения мероприятий? Нет. Это моя основная сфера деятельности. А так, хобби. Ну, в мафию играю. Спортивную. В зал хожу. Вот. Но в дальнейшем есть планы в Алмату. Угу. Там все-таки. Там такой Голливуд казахстанский. Ну, да. Ну, и там люди, да, немножко по-другому гуляют? Да. Там все чуть-чуть уровнем выше юмора. Умата Астана. Ну, в славу. Самая дорогая свадьба. Самая дорогая свадьба. Самая дорогая свадьба. Это было в Магнитогорске. Там был, короче, агашка. Серьезная агашка. Он позвонил и говорит, сколько ты стоишь? Я говорю, столько-то, столько-то. Он говорит, давай так, я приеду в Астану, мы с тобой переговорим. Я приезжаю в Астану. Он говорит, в думан приезжай, приезжай в думан. Его там встречают. Не очень встречает. Он злой чуть-чуть. Говорит, все, садись. Мы садимся. Я ему рассказываю. Он обалдеет от меня. От видосов. Говорит, жена. Короче, капец. Моей жене понравилось. У нас УЗАТУ, моей дочери. Он говорит, если круто проведешь УЗАТУ, то я тебе сверху тысячу бакс. А сколько изначально была сумма? Изначально? Вообще, это конфиденциальная информация. Скажите нашим зрителям. Ну, на тот момент в Магнитогорске я запросил 2000 долларов. И он говорит, если все круто будет, типа сверху еще штуку. Да, ну. А вон там шишка, короче, нормальная. И мы берем команду с Караганды и едем туда, на автобусе в Магнитогорск. Зима была перед пандемией. Но зато было в автобусе весело. Там был и Мозаик Бэнд, и Хабиба, и видеооператоры наши. В общем, да. Мы все общаемся, мы все друзья угораем. Мы приехали туда. Едем. А мы начинаем играть там в мафию и так далее. И там, эй, Тима, ты такой, эй, Тима, ты такой, сякой, ну, ну. Короче, подкалывает меня полностью. Приезжаем мы туда в Магнитогорск. Он нас встречает. Он говорит, вот, кушай. Типа, кушайте. Вы не на сутки, а на определенное время, да, приехали? Да, мы, получается, за день приехали, да, туда и обратно. Вас расселили. Да, вот, я сейчас объясню, как было, как проходило. Мы пришли, нас накормили. Все, садимся в автобус, едем в апартаменты. Едем, у него там хостел был. Ребята, все хостел залетают. Вещи там. Это бэнд, это все видеографы и диджей. Итак, все, ребята. Вы пока расстраивайтесь, настраивайтесь. Все это, вы там, покушайте, она мно. А Тима, ты поедешь со мной? Кто, а куда? Как для тебя снял пятизвездочный отель. Все там, на седьмом этаже. В общем, пойдем туда. А, да? Ну, все, ребята, давайте. Пока, увидимся. Услышимся. Типа, как так, его диджей Дарик. А меня, что, не заходишь? Я говорю, ну, братан, это другая жизнь. Я ухожу, короче. И после этого приезжаем туда, в отель. Он мне номер бронирует, мы его поднимаем смерть. Все, давай, типа, вот мой помощник, если что будет, ему пиши. А, ему скажи, что тебе надо. Я говорю, все хорошо, рахмет, ага. Он уезжает, он остается, что нужно. Я говорю, ну, мне фен нужно для мероприятий, чтобы я укладку сделал. И на тот момент я еще колян любил. Я говорю, а есть колян и рядом. Время было 11 ночи. Он говорит, нету, я могу тебе колянчика типа вызвать. Я говорю, а да? Ну, можно, да, если. Все, все хорошо. Приезжает коленчик, забивает. Уходит. Я сижу, смотрю YouTube. Куриколян. Там еще вид ништяк. Время 12 ночи. Он приходит менять угли. Угли меняет. Егор Бартан, ты куда уходишь? Я там стою. Я говорю, смысл? Типа там 10000. Давай садись сюда. Ты что, гонишь что ли? Он говорит, да не, 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 извините. И уходи туда. Я говорю, нифига. Звониваете на видео. Ребята, они там мафию играть. Че, как бы. После этого на следующий день приезжаем, взрываем. Бам-бам-бам. А он такой был известная личность в своем городе. В узких кругах. И все, все ждали этого той. Прям абсолютно все. Все сказали, вот приеду с Казахстана. Они сами казахи, но этнически. То есть они родились там в России. Они так же разговаривают, так же, ну чуть диалектики, какие-то слова у них у нас разные. Да, разные. Я провожу, выхожу, они уже всего... Просто у них в России чуть-чуть такого образа, стилистики не особо и много. Там в основном все такие красивые, сладкие, все такие. Сегодня, в этот праздничный день, в этот замечательный вечер, как бы это... И вот в таком формате. Да. А там уже вышли. Все, он говорит, все, рахмет, блин, все круто, здорово. Заплатить. И сверху, да, да. Это была, скорее всего, такая самая... Дорогая свадьба. Что вас может повергнуть в шок? В шок? Меня? Не знаю. Ничего, наверное. Да, ну, шок, ну, не знаю даже. Была ли сбежавшая невеста, либо жених? Сбежавшая невеста или жених? Нет, такого не было. А драки? У меня была ситуация, когда они поругались. Прямо на свадьбе? Да, в конце мероприятия. Все классно шло, все здорово шло. И невеста что-то у нее начинает вот так вот. Что-то не то было, не то, что-то не то. Говорит, я начинаю плакать. А вот тут снятие фаты. Такая русская свадьба была. Снятие фаты. Не хочу, все, я не выйду. И истерика. А уже все, уже все готовы. Зрители их всех. Полукругом они встали. Приглашаем от жен. Молодоженов. Я выхожу. Она плачет. Я не начну ругаться. Ребята, вы че, свадьба? Вы че? Очнитесь. Пока там ее папа не пришел. Сказали. Может быть. Пусть встала и пошла. И вот была ситуация. Поэтому молодожены, пожалуйста, не ругайтесь. Терпите до конца. Любите друг друга. Цените, берегите. 93799992. Реклама на первом. Не переключайтесь. И теперь самый каверный вопрос, который интересует всю женскую половину свободную. Женаты ли вы? Нет. Не женат. К сожалению или к счастью, не знаю. Но, тем не менее, но наступает только момент, когда тебе 25. Мне 25. И такой момент, когда такая легкая депрессия у меня была. Когда вот мне 8 января днажды нет. И вот январь, февраль, и мне 25. А че я добился? Правильно я иду. А правильно я это делаю? Блин, надо уже жениться. Допустим, у моих друзей уже по двое детей. Там родители, там уже бабушки, дедушки. Е-мой. И такой легкий депрессняк. А потом мне кто-то сказал, жизнь только начинается. Живи, кайфуй. А это само придет. Я думаю, все-таки. Все время не будет. Было ли какой-нибудь у вас форс-мажор на мероприятии? Форс-мажор? Да, короче, был один случай. Я веду свадьбу. Большая свадьба. Ситуация следующая. Он единственный сын. Их там несколько дочерей. То есть он женится на одной из дочерей. Он единственный сын. Есть бабушка. Есть папа. Состоятельные, солидные люди. Но сложилось так, что он уезжает в другой город с ней. То есть у нас, как казахов, невеста же приходит к нам дом. А так сложилось, что он идет к ним, но по работе. То есть он работает в этом городе. И, видимо, у них каждым днем они решались, давайте останешься здесь. Папа, сын говорит, давайте здесь будешь. Мы здесь работаете, найдем. Он говорит, да нет, мне там нравится и так далее. И свадьба все классно идет, все здорово. В конце родители приглашают. То и Лера. Слова благодарности. Но папа выпивает. Выпивает. И он завершает этот весь тост. И начинает следующее. А я стою, как бы слушаю. Что-то, ну, сам себя на мысли словил какой-то. Что-то сам собой. Ну, слушаю, там что-то все нормально. И он начинает. Уважаемые гости. Кудалар. Как бы вам сказать. Я вас прошу на колени. Садите на колени. Пожалуйста. Пусть он будет в нашем городе. Пусть он у нас будет здесь работать. Пожалуйста. И умоляет вот так вот. Куда? 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 И он что-то прям уже. Вот такого. Он такой на ярость переключается. И он говорит, я Кудалар. Это вообще как вы могли воспитать такую дочь? Это вообще что? Как это не мыслим? Не будучи невеста, она к нам домой зашла. На то пошло. И он начинает вот так вот оскорблять. Я стою вот так вот в шоке. Я думаю, что нормально. Что-то не то. Что-то нужно что-то исправлять. Кудалар встает вот так внутри стола и уходит? того. Я вот так вот так звезда плачет, тут типа блинь. Папа что ты там говоришь? Выходит родной брат, микрофон забирает то. И уже чуть-чуть мат caramel. И он будет жить. единственный сын как так она и я груда микрофон в руку выключая полностью он микрофон выключает куда лар уходят не спускаются и такой кипиш чуть всем чуть пьяный я надо завершать у меня принятие и игры уважаемые дамы и господа леди и джентльмены это был пранк понимание на камеру это просто шутка это не шутка ё-моё чё делать а что организатор это все завершает ну что на этой ноте мы говорим не не прощая до скорых встреч это что-то я сказал и уху я в шоке и мораль ну ребят не пейте пожалуйста на свадьбе в конце свадьб можно во время свадьбы лучше да не пить я люблю когда вот не пьют холотой когда провел слушаю это внимание на тебе интересно а когда вот на второй стол выходишь они уже себя я давал шутбой давай в общем это вот такие одни из таких случаях было скажите каким бы вы были брендом так если бы вы были брендом то каким брендом то каким при хороший вопрос я бы наверно был бы гильдиней скажите какая была бы ваша свадьба вот вы сам шоумен и я даже не представляю какая должна быть у вас вальба чтобы она вам понравилось что вы сидели спокойно и не переживали но это смотрите многие спрашивают вот эти вот юмористы что ты будешь до свадьбу вести свою даса я вижу это так 150 человек 150 человек самые близкие друзья коллеги три тоста больше не надо это вот мои взрослые это взрослые мои будущие невесты и друзья все родители но это 4 завершая что не считается остальные все кто хотят внизу установлен камеру вот здесь вот фончик такой как раньше помните свадьба в палатках были то есть палас вата наши имена камера стоит 24 7 оператора поставил все и поздравляют нас там тима и так далее мы поздравляю вас днем свадьбы а я прихожу домой и смотрю на их поздравление все это не нужно а на свадьбу я бы побольше шоу побольше конкурсов каких-то прикольных моментов интеграции с тнт именно сделать на казахский кала там что-нибудь в этом плане я думаю что моя свадьба поэтому так а теперь скажите топ трех ведущих по казахстану можно по казахстану топ-3 ведущих но на мой взгляд это естественно и бат никулин то есть разносторонним может и поражать можете какие-то мудрые слова сказать мире бег больше геров это импровизация это юмор в общем я постоянно у меня щеки болят вот он всегда мне заходит и 3 3 не знаю кто мне заплатит скажу ну на мой взгляд это вот пока вот они наверное думал топчики скажите топ музыкальных бэндов live band of cover я думаю что это мозаик бэнд тушь их энергетика как они ведут себя со зрителями то есть не уходит просто дают энергию просто вот они все вместе и там микрофоны это они отжигают круто да я допустим оставил аудиторию все они заряжены и они на это волне могут дальше пойти а есть которые спокойны то есть я их зарядил они такие ну кири сиан да 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 выходим все хорошо напоследок скажите ваш совет начинающим тем кто хочет стать тоже ведущим ну самое главное это желание это цель стремление после это уже это второстепенно это ты должен работать читать постоянно быть в актуале знать какие-то новости юмор должен быть разносторонним смотреть что вокруг в сфере юмора на тнт что проходит вот и самое главное это желание поставь цель иди к ней можешь связаться со мной я так же как и старший братан айбат помог мне я к тебе тоже смело помогу и я думаю что это будет такой коллаб что посетили нас нам очень приятно что поделились своим опытом рассказали секретики свои потому что не каждый рассказывает многие хранят а это в себе всем пока спасибо всем пока